МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем более, что сейчас достаточно активен малый и средний бизнес не только в Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. О взаимодействии районов с малым и средним бизнесом, об улучшении их инвестиционной привлекательности говорили на практиками для муниципалитетов. Тематическая площадка прошла в заключительный день бизнес-форума «Деловой климат в России». Свой опыт на практиками в Ульяновске представили сразу несколько субъектов страны. Так, за год Гурьевский район Кемеровской области по инвестиционной привлекательности поднялся с 31-го места на 24-е. По качеству управления финансами среди муниципальных образований стали первыми. Глава района признался, многие инструменты в управлении берет из опыта Ульяновского региона. За менее года нам удалось погасить долги за 14 лет порядка 265 миллионов различными способами за счет налоговых маневров и эффективной судебно-претензионной работы и за счет привлеченных субсидий, субвенций, плюс в рамках оптимизации бюджетных процессов. Черданцев отметил, в следующем году запускает в районе работу Дома предпринимательства, некого единого пространства для взаимодействия с бизнесом. Единое окно для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета будет организовано и в Ульяновской области. В каждом районе появится агентство развития, которое будет выполнять и функции многофункционального центра для бизнеса. Об этом Сергей Морозов заявил в ежегодном инвестиционном послании. В каждом муниципалитете будет сформировано современное агентство развития для работы с инвесторами, малым бизнесом, для сопровождения бизнес-проектов, для перенастройки делового климата. Агентства будут единым окном для трансляции задач региональных институтов развития и взаимодействия с бизнесом на уровне муниципалитета. Глава региона также отметил, что в ближайшие два года пять районов получат статус особых муниципальных экономических зон, на которых будут действовать региональные преференции. Вы сейчас видите прообраз своих администраций. Не будет в том понимании, в котором у нас сложилась советская, ельцинская, отчасти путинская система управления территорией, а будет совершенно другая форма управления территорией, а по-другому форма взаимодействия с территорией. А чтобы избежать дисбаланса в распределении инвест-проектов между муниципалитетами, в каждом районе начнет работа общественный представитель губернатора по вопросам предпринимательства. Этот человек станет доверенным лицом как для местного бизнеса, так и для региональной власти. Сегодня произошло еще одно анонсирование еще одного события, которое, наверное, тоже послужит в федеральной практике. Это создание общественных представителей губернатора на территории области, которые должны будут как раз таки взаимодействовать и координировать информационные потоки, в том числе и о проблематике. Таким образом, до 2024 года у каждого муниципального образования сформируется индивидуальный план инвестиционного развития. Субтитры создавал DimaTorzok